Сегодняшний урок, который мы начнем, это будет начало курса, который условно мы можем назвать как введение или основы иудаизма. Поскольку у нас мессианский еврейский библейский институт, соответственно мы понимаем, что основное миссия или основное видение нашего института направлено на то, чтобы достигать определенную этническую группу людей, в данном случае еврейский народ. И то, как мы это делаем, мы делаем это в контексте еврейской культуры и еврейских определенных традиций. Поэтому нам с вами необходимо доложить правильное понимание того, собственно говоря, с чем мы имеем дело. Если мы говорим о иудаизме, если мы говорим о еврейской традиции, потому что мы понимаем, что традиции бывают разные. Да? Мы знаем, что еврейский народ существует уже более трех тысяч лет. И если мы посмотрим на его жизнь, образ жизни, на философию, формы, календарь, обувь детей, взгляд на историю, все это и другое мы можем объединить под понятием еврейская традиция. Когда говорят о еврейской традиции, имеют в виду нечто существенное, отличное от того, что у других народов, самых разных, древних, молодых, называется национальной традицией. Как вы думаете, почему громче? Потому что у каждой нации своя традиция. Но чем же тогда разница? В культуре, быт. Ну понятно, у каждого. Еще раз, смотрите. Валентин, ты подключи второй микрофон, хорошо? С этим самым, чтобы мы могли с вами разговаривать на равных, так сказать. Нет никакого сомнения, что существуют самые разные традиции разных народов. Есть какая? Есть украинская, есть французская, есть венгерская, корейская, национальная какая-то традиция. И мы можем спросить, например, вот скажите, пожалуйста, друзья, что является источником французской традиции? Как вы думаете? Образ жизни. С какого момента отсчитывают ее начало? С образования нации, да, то есть еще вариации. Со страны, с государства. Хорошо, украинская традиция. Начало от всего, да, то есть начало украинской традиции. Откуда берет свои истоки? От Ольги. То есть до Ольги украинской традиции не было, вареников не было с борщом. Не помню, я тоже, Боря, не помню. Да. Вы совершенно верно говорите. То есть мы не можем проследить на самом деле начало какой-либо традиции какого-либо народа, когда все начиналось. Помните, как Макареевич говорит, вы помнишь, как все начиналось? Мы не помним на самом деле. А еврейскую мы можем, по крайней мере, точно определить время, откуда пошла еврейская традиция. Потому что свой конкретный источник, откуда она началась, мы, еврейская традиция имеет. И источник этот называется Тора. Слово уже вам знакомое. Мы будем по ходу нашего курса учить с вами многие понятия и слова. Поэтому старайтесь их записывать для себя. Это ключевые моменты, с которыми вы потом будете работать в течение вашей учебы. Мы понимаем, что и религиозные, и нерелигиозные евреи соглашаются с тем, что Тора является основой еврейской традиции. Хотя в повседневной жизни не все ей следуют. То есть даже антисемиты, которые говорят о еврейской традиции, они понимают, что вся эта история началась с Торы. И когда мы читаем о возникновении еврейского народа как такового, мы можем его увидеть только в Торе. Мы не видим, что там какой-то магический свиток какого-то царя Хамунрапи или там еще кто-то. Они говорят, вот, и узнают, что существуют евреи. И вот так далее. То есть мы подробно читаем о том, как это было в Торе. И это находит свое выражение и в самом названии еврейской традиции на еврейском языке иврит. Да, мы знаем, да, что такое иврит. Вы уже с ним познакомились. Некоторые очень успешно. С одной стороны, еврейская традиция называется Масорет-Израэль. На еврите вам написать? Можно написать, да. Масорет-Израэль. 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 Слово Масорет происходит от глухола Масар. Передавать. Так как традиция передается из поколения в поколение. Вы этот термин будете периодически встречать, когда будете сталкиваться, например, с различной еврейской литературой. То есть вас, если вы услышали Масорет-Израэль, не пугайтесь. Это не какое-то пятнадцатое колено, о котором вы не знали. Речь идет о еврейской традиции. Масорет-Израэль. И Масар-Глахол означает передавать. С другой стороны, используют и другой термин. Мо-ре-шет-Израэль. 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 Если вам будет интересно, как это пишется на еврите, подойдете, я вам покажу. Хорошо? Вы завтра, когда Ягуда придет, вы сможете так ненароком блеснуть. Он будет в шоке. Да. Мо-ре-шет. Мо-ре-шет-Израэль. Слово Мо-ре-шет происходит от глагола Я-раш. Наследовать. Слово Мо-ре-шет происходит от глагола Я-раш. Ю-трей-шин. Я-раш. Наследовать. То есть, более точный перевод выражения на еврите – еврейское наследие. Оба названия близки по смыслу. Но между ними есть определенное тонкое различие. Когда говорят о Мо-ре-шет-Израэль, обычно подразумевают фундамент, на котором основана традиция. Говоря о Масарет, подчеркивает ее преемственность и связь между поколениями. Когда говорят о Мо-ре-шет-Израэль, обычно подразумевают фундамент, на котором основана традиция. То есть, это может быть устная Тора, это может быть Тора. Мы будем говорить об этих терминах, разбирать их более подробно дальше. Когда же говорят о Масарет, подчеркивает ее преемственность и связь между поколениями. Ну, например, грубо говоря, у нас есть традиция в семье собираться каждое Рождество всем вместе. У христиан есть такие традиции, например. Мы можем говорить о том, что это Масарет, моей семьи. То есть, у нас есть традиция. Уловили момент, да? Нет? Еще раз. Ну, вы тогда хотя бы записывайте, потом разберетесь. Когда говорят о Мо-ре-шет-Израэль, обычно подразумевают фундамент, на котором основана традиция. На чем основана традиция? Тора, да, мы говорили? Когда говорят о Масарет, подчеркивают ее преемственность и связь между поколениями. Это, ну, скажем таки, тонкие моменты. И связь между поколениями. Слово Тора, Тора, в переводе с иврита, означает учение, наставление. Вы уже, наверное, знаете это, да? Слово Тора, в переводе с иврита, означает учение, наставление. Но чаще его понимают как еврейское учение. То есть, используют в качестве еще одного названия традиции еврейского народа. То есть, ну, люди, вот, допустим, так говорят, соответственно, Тори, да? Тоже подразумевается определенное учение еврейского народа. Записали? Часто употребляют и другие выражения. Такие, как письменная Тора. На иврите Тора Шебихтав. Письменная Тора в узком смысле это книга. В русскоязычной литературе обычно называемая пятикнижие, или первые пять книг Моисея. Тора Шебихтав. И мы знаем, что Тору, согласно еврейской традиции, еврейский народ получил от Всевышнего на горе Синай около трех тысяч лет назад. В широком же смысле так называют Танах. В широком смысле под Торой может подразумеваться понятие Танах, что является аббревиатурой слов Тора, Невиим, Ктувим, означающих учение, пророки, писание. И то, и то, то есть общаясь, например, с религиозным и, может быть, немножко разбирающимся в понятиях еврейской культуры, евреям он может сказать, это написано в Торе. Не думайте, что он имеет в виду сразу первые пять книг Моисея. Это он может иметь все то, что написано в Танахе, например, в Псалтыре или там в пророках. Все это называется также Тора. Понимаете, да? В более широком смысле Танах, аббревиатура слов Тора, Невиим, Ктувим, означает учение, пророки, писание. Мы более подробно будем разбирать с вами позже все эти понятия. На европейских языках Танах называется Библия, да? Хотя в христианской традиции Библия включает также Новый Завет. Ну или, скажем, письмо, которая известна христианам как Ветхий Завет. И мы с вами говорили, что понятие Ветхий Завет — это неточное понятие. Лучше, если мы приучим себя оперировать понятием Танаха. Это правильно. Это не противоречит идеям Писания. Итак, письменная Тора. Мы говорили, да? Вы уловили, что это. Это книга в узком понятии. Также существует устная Тора. Что собой представляет устная Тора? Это вся остальная часть еврейского учения. Мы будем разбирать это подробно. Сейчас мы просто знакомимся с основными понятиями, которыми мы будем с вами оперировать. Называется она устной, потому что, в отличие от письменной, как считают еврейские мудрецы, передавалась одного к другому. И только иногда, если угрожала опасность потери части традиции, наиболее важные ее части записывались. К примеру, дается заповедь о том, что нужно праздновать шаббат. Вопрос, как праздновать шаббат? Мы не находим подробных каких-то объяснений. Например, о том, что нужно зажечь две свечи. Нету такого в Библии, если вы почитаете. Нету порядка, например, молитв. Откуда это взято? Это взято из еврейской традиции, а точнее из той ее части, которая называется устная тора. Еще раз, она не записывалась сначала. Она передавалась устно, поэтому, собственно говоря, и названа устной. И только если угрожало призновение ему, Саша, ты не пишешь? Ты уже в курсе? Тогда ее записывали. Самая известная книга устной традиции называется «Талмуд». Что буквально означает «изучение». Более подробно о «Талмуде», «Мишне» и других книгах мы поговорим позже с вами. Самая известная книга устной традиции называется «Талмуд». Учение. Изучение. Да. Мы все будем разбирать. Давайте гулять по Дерибасовской постепенно, как говорят. Для себя вы должны четко в разуме определить, когда говорится тора, что может подразумеваться под этими понятиями. Конкретная книга, состоящая из пяти первых книг Моисея, Танах, а также устная тора. Танах, а также устная тора. Еще раз. Танах – это все книги, известные нам, как Ветхий Завет. Все это можно назвать тора по еврейской традиции. То есть, если еврей вам говорит, что в торе написано, это значит, и он вам приводит такую цитату, которую вы никогда не слышали, хотя вы читаете Танах уже 15 лет. Не удивляйтесь, не начинайте сразу говорить, а где это написано, потому что он спокойно скажет, что это написано в Талмуде. Хотя он скажет, что в торе написано. Многие христиане, не понимая вот этих нюансов, начинают очень отчаянно с ними спорить, что, в общем-то, ни к чему не приводит, кроме отчаяния. Итак, тора существует в понимании еврейского народа, в еврейской традиции. Письменная и устная. Да? Устная, которая уже тоже записана. Когда говорят тора, имеют в виду и письменную, и устную тору. Потому что еврейская традиция рассматривает их как единое целое. И более того, она относится к устной торе с большим уважением, чем к письменной торе. И мы это с вами также разберем. Поэтому иногда, когда вы будете достигать, например, знающих евреев, которые немножко знают традицию, они могут ссылаться на устную тору и говорить, вот там-то было вот так-то и вот так-то. Вы можете говорить, этого не было и так далее и тому подобное. Для них это не очень сильный аргумент. То есть есть аргументы, мы будем разбирать вам с вами, относительно устной торы. Но просто сказать о том, что это ерунда, вас не послушают. Потому что этому учат сразу же. Это основа. Это основа. Есть устная тора. Без нее никак. Как говорят, письменная тора, главная книга еврейской традиции, но без устной торы она осталась бы только книгой, но не основой учения. Иными словами, она осталась бы просто памятником культуры, важным, значимым. Но без устной торы ее невозможно было бы понять. Это взгляд обычного иудея на то, как устроен процесс, так сказать. Есть множество притч, множество историй о том, почему должна быть тора устная, почему это важно, почему без нее никак и так далее. Мы для себя должны просто определить, что это существует. Мы будем разбирать подробно. Когда во время молитвы читают текст из торы, используют свиток торы. Сефер тора. Мы с вами как-то приносили его сюда. Да, вот, собственно говоря, вы можете его увидеть. Сефер тора. Сефер. Свиток тора. Свиток торы. Такие свитки есть в любой синагоге. Они написаны от руки по определенным правилам. И в эти правила входит изготовление чернила, бумаги, расстановка букв и так далее. Согласно еврейской традиции, тора было даровано еврейскому науку после его выхода из Египта. Мы это знаем, да? Произошло это примерно более там 3300 лет тому назад. Около горы Синай. На Синайском полуострове. И, собственно говоря, узнаем мы об этом в самой торе. И это событие, дарование торы, занимает центральное событие в еврейской истории и занимает особое место в традиции. И подробнее мы потом еще его разберем. 3300 примерно, да? Мы же понимаем, что сложно. В еврейской традиции существует понятие Галаха. 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 Халаха так оно пишется. Через хейн. Хейламет. Что там дальше? Хей. Хет. Это халаха. Правило. Которое означает всю систему еврейского закона. Пока что вы просто запишите. Галаха. Как мы уже говорили, тора является основанием традиции всего еврейского народа. Однако за тысячелетия своей истории еврейские общины, прожившие на всех континентах Земли, принимали некоторые свои особые обычаи, многие из которых сохранились для наших дней. Все эти обычаи, если они не противоречат Галахе, часть еврейской традиции. И их просто принимают, пытаясь не разбирать, какая из них более правильная, какая менее правильная. Ну, то есть традиция может быть следующим. Например, мы омываем руки синими чашками. Почему? Ну, такая у нас традиция. Ну, хорошо. Синими, а мы зелеными. Разницы нет. Но сама идея омывания этими чашками отключена в холохе. Нужно обмывать руки. А мы будем говорить, подробно будем разбирать всю эту непростую историю. Мы знаем, что традиция с уважением относится к обычаям каждой еврейской общины. Потому что они определяли жизнь общины в течение достаточно долгого периода и позволили ей сохраниться как части еврейского народа. Более того, существует галаха как обычай места. Закон. Например, в Западной Германии принято делать вот так. Да? Какие примеры христианской галахи мы можем привести? Да. Мы все с ними сталкивались. У нас есть галаха. Каким образом принимается хлебопреломление? И когда, допустим, вы приходите в писятическую церковь и увидите, что там проносят чашу, вы не кричите там «Секундочку!» «Пожалуйста, налейте мне в одноразовый стаканчик!» Да? Вы либо принимаете, если ваша внутренняя галаха позволяет это, либо не принимаете. Точно так же писятики, которые, приходя к нам, видят, допустим, стол накрытый одноразовыми стаканчиками, они могут сказать «нет, по нашему учению мы так не принимаем. Была одна чаша, нужно одну чашу и принимать». Это галаха. Халаха. Закон места. То есть она может употребляться в понятии местности. Например, о том, что, ну, как мы говорили, да, там на Украине так не делают, а в России так делают, например, в церквях баптистских. То есть одни и те же церкви могут отличаться какими-то моментами. Они не противоречат основному направлению, но есть различия. Это правила внутренние, которые установлены в каждой общении. Без этого мы не сможем. То есть у нас есть и устная традиция, у нас есть и правила, и у пейсятников, и у харизматического движения есть устная традиция, есть галаха своя, да? Например, о том, что мы будем собирать пожертвования три раза. Да, пожалуйста. Это галаха. Если мы соберем два раза, мы не согрешим перед Господом. Или четыре раза мы не согрешим перед Господом. Это наше правило. Итак, есть, да? Давайте мы немножко повторим. Что такое Масарет-Израэль? Амарешет-Израэль? Так. Что такое Талмуд? Можно вот брать микрофон и лучше брать микрофон, чтобы оставалось это... Изучение. Хорошо. А что такое Тора? Учение. Из чего состоит Тора? Из письменной и устной Торы, да? И Танаха. И Танаха. Ну, она же письменная, да? Хорошо. Идем дальше. Сегодня во всем мире насчитывается около 14 миллионов евреев. Как мы уже говорили, по обычаям и происхождению выделяют разные общины. На иврите слово «община» переводится двумя способами. Кехила, множественное число Кехилот. На иврите слово «община» переводится двумя словами. Первый. Кехила. Кехила. Хей. Кехила. Куф, Хей, Ют, Ламет, Хей. Множественное число Кехилот. Местная община. Члены, которые живут в одном месте, городе или квартале и постоянно посещают одну или несколько синагог, имеют свое управление и так далее. То есть, например, наша община это Кехила. Да? У нас могут быть дочерние общины. И все это Кехила, местная община. Следующее значение «еда». Эда, вернее, через «э». Эда. Далет, Хей. Если вам поможет. Не поможет, я понимаю. Эда. Общее название для группы Кехилот, которые могут жить на большом расстоянии друг от друга, но их обычаи схожи. Например, в христианской традиции мы знаем, что это могут быть пятидесятники, харизматы, мессианские общины. То есть, мы все говорим это община Божья. Да? Но мы подразумеваем не как конкретно какую-то поместную церковь, мы подразумеваем определенную деноминацию. Хотя и то, и то мы можем назвать понятием церковь понятие община. Существует две крупные общины, как Эда. Эдот, можно так сказать. Это Ашкеназы и Сефарды. Ашкеназы и Сефарды. Две крупные, самые крупные еврейские общины. Сефарды и Ашкеназы. Это тоже определенные понятия. Если вы возьмете, например, молитвенник, Сидур, вы можете увидеть, что он написан для, там, например, там написано для Ашкеназы, для Сфардим, например. Возможно, вы слышали, как по-разному молятся люди, да? Одни молятся, допустим, так. Бору, Хото, Адоной, Элохейну. Понимаете, да? А другие Бору, Хата, Адоной, Элохейну. То есть, и так, и так правильно. Просто так принято молиться в одной общине, подразумевается не конкретная, а поместная община, группе. И в другой. Предки Ашкеназов, Ашкеназим от ивритского слова Ашкеназ, так в средние века называли Германию. Ашкеназ. Около тысячи лет тому назад жили в немецких княжествах. Откуда пошли Ашкеназы? То, как мы, в основном, те евреи, с которыми мы сталкиваемся, они принадлежат Ашкеназской традиции. Еще 150 лет назад почти все Ашкеназские евреи жили в России, Польше, Германии, Австрии, Румынии, Венгрии, и пользовались в обиходе языком, который мы знаем как идиш. Идиш. Еще 150 лет назад почти все Ашкеназские евреи жили в России, Польше, Германии, Австрии, Румынии и Венгрии и пользовались в обиходе языком идиш. Сегодня Ашкеназы составляют большую часть евреев Европы и Америки и больше половины евреев Израиля. Большинство евреев России это Ашкеназы. Записали? Это ну как бы важно понимать. Следующая группа это Сефардами, вернее Сефарды, извиняюсь. Сефарды, Сфарадим происходит от еврейского слова Сфарад, средневекового еврейского названия Испании. Сегодня, как правило, называют евреев, которые не являются Ашкеназами. Ну вот так для простоты вопроса. Либо ты Ашкеназ, либо ты Сефард. Однако, изначально так называли евреев, предки которых были изгнаны из Испании и Португалии около 500 лет тому назад и расселились по разным странам. Главным образом вокруг Средиземного моря, в Италии, в Греции, на Балканах, в Северной Африке, в Турции. Некоторые добрались до Франции, Голландии, Англии и даже Америки сохранили свои общины. Затем число Сефардов начали включать и другие общины, по происхождению не имеющие отношения к испанским изгнанникам, но близкие к ним по обычаям, такие как иракские, йеменские, иранские, курдские, кочинские, то есть индийские и другие евреи. На территории СНГ к Сефардам относят себя горские, бухарские и крымские общины. Не успели? С какой, так сказать, точки? Иранские, йеменские, иракские, курдские, в Индии, которые общины были. Вы просто для себя должны понимать эти вещи. Если вы вдруг столкнетесь, там говорят, это с Фардим, например, это с Сефарды, это Ашкеназы, по Ашкеназской. Вы должны просто понимать, Ашкеназы, выходцы из Германии. В основном все, что вокруг нас, это Ашкеназы. В основном. Поэтому идешь так сильно похож на немецкий, да? Может, вот у нас есть Боря, например, Берлин, да? Как вы думаете, Сефард, он или Ашкеназ? Ашкеназ. Откуда мы знаем? Потому что Берлин, скорее всего, происходит от города Берлин, Предположительно, но так очень близко, потому что были множество евреев, которые назывались, брали имена вот их местностей, которые, название городов и так далее, и так далее. То есть, мы можем точно предположить, что он не из Индии, например, его предки, не из Африки. Хотя есть сомнения. Не китаец ты точно, да, Боря? К Сефардам себя относят горские, бухарские и крымские общины. Сефарды составляют сегодня большую часть евреев Турции, Франции и Голландии. И на данный момент государство Израиль чуть меньше половины евреев это Сефарды. Соответственно, их Голлаха, их традиции, они будут отличаться от той, которую мы знаем. Не только каждая Эда, но также и многие Кегелот бережно сохраняют свои обычаи в рабках общенациональной традициями. и для нас может быть людей неглубоко посвященных в эту субкультуру, мы можем не увидеть большой разницы. Ну, там вставили букву О, подумаешь, разница, да, там Боро, Хото, Адоной, Элухейну, Боро, Хата, Адонай, нам привычнее так правильно. Но для них это есть отличие. Точно так же, как неверующий человек смотрит на протестантов и говорит, да все они сектанты. Да? Но мы понимаем, что есть большие отличия между баптистом и пятидесятником. И если вы со своей устной традицией попретесь на чужую территорию, вам быстро расскажут о том, что не надо этого делать. Да. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. И под уставом это очень хорошая такая поговорка, подразумевается именно устная традиция. Да? У вас принято так, у нас принято так. Пожалуйста, не надо. На своей территории делай то, что ты считаешь нужным. И для нас это важно понимать. Так. Но при всем том мы понимаем, что есть нечто общее, в чем они очень сильно схожи. Надо сказать и надо помнить это, что все эти различия не противоречат тому, что все евреи это один народ и являются потомками тех евреев, которые приняли в свое основание Тору. и более того, если бы не этот общий источник, мы понимаем, что навряд ли бы все сохранилось настолько рядом друг к другу. общий для всего еврейского народа древнееврейский язык иврит. Вы уже знаете это слово иврит, да? на этом языке евреи говорили очень много тысяч лет назад. На этом языке написана Тора и большая часть остальных книг еврейской традиции. На этом языке молились и молятся евреи всего мира. Мы знаем, что сегодня в Израиле этот язык государственный. Еврейская традиция называет иврит святым языком. Лашон Кодеш. А еврейские буквы святыми. Так как на этом языке согласно традиции был создан мир. Лашон Кодеш. Называют, считают. То есть просто так ну как бы буквы это не просто так буквы алфавита. Это нечто большее в понимании. эти буквы они еще был создан мир. И может быть для так сказать нашего уха это звучит странно, но мы с вами разберем что и как. Потому что очень много вещей связанных с кабалой оно имеет прямое отношение к буквам. И в еврейской традиции именам, названиям, буквам, числам уделяется очень и очень большое внимание. Мы понимаем, что современный еврит отличается от того языка, на котором говорили 3000 лет назад. И мы понимаем, что в соответственной с каждой конкретной аллахой произношение слов на еврите оно может также отличаться. однако мы можем знать, что и сегодня израильский школьник, который хотя бы знает более-менее еврит, он может читать Тору без словаря, хотя современный еврит отличается от еврита Торы. Мы сейчас делаем перерыв и продолжим с вами дальше.